Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, продолжаем Doom Eternal, а мы где-то тут. Нас здесь ждет последний жнец, жрец, хуец, вот это вот все, которое нужно истребить, чтобы открыть то ли путь к самой этой предсказательнице, созидательнице, то ли остановить полностью вторжение, потому что сейчас вторжение стало на 68%, получается с двух жнецов мы остановили вторжение пополам на 34%, то есть сейчас, по идее, мы должны оставить вторжение на 100%, если третий жнец, хуй пойми, разберемся. Так, Твердыня Стражей, превьюшка. Жители Аргент-Днур считали древний амфитеатр святым местом, он был возведен на заре истории... Секунду. Чудяй, вот. На заре их истории служил ареной для ордалий, судебных поединков. У историков мы находим указания на то, что Аргента не заключали своих соплеменников под стражу, пленным и преступникам давалось право восстановить свою честь, одержав победу в амфитеатре. Такое, землян же было вроде как. А те, кому это удавалось, служили в первых рядах армии Стражей и гибли на службе Аргент-Днур. С тех пор, как империю поглотило царство тьмы, Арена служит иным целям. Жрецы устраивают кровавое зрелище, заставляя вооруженных пленников сражаться с демонами. Жрецы Деага все еще имеют на Аргент-Днур абсолютную власть. Любой, кто пролит кровь потомков Аргента, будет изгнан, а тем, кто откажется играть по правилам, Аргента не предоставят убежище. Понятно, не предоставят убежище. Открывайте. Открывайте, я пришел! Сейчас все будут здесь сносить, рубить, убить. И вас всех тут, конечно же, ага. Козить кровавое здоровье ваше, забирая себе. А че их два-то? Один должен быть. А это меня тащили, что ли, типа? Да, это вид снизу. Мы нашли его в долине. Он был сильно ранен. Изгляните, что на нем надето. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других. Это, типа, у моего главного героя такой странный голос? Я думал, какой-то брутальный. Так, часть четвертой истории стражей. Я напоминаю, что мы все три части читали. Правильно я понимаю? Превьюшка? Да ну вряд ли. Перевод выдержки Эзелингера Султагента. Книги царей. В дни правления короля Новика, когда аргента повсеместно устанавливали мир и порядок, пересекая для этого пространства и время, в наш край и явился скиталец. Было не от мира сего, и на языке говорил отвратительно. О происхождении его было ничего неизвестно. Стражи-разведчики нашли его окровавленным и едва живым, и на теле его были следы когтей. Уста его извергали слова о неизбежном роке и о силах тьмы. Платье его казалось чуждым в нашем краю. В руках его было колдовское оружие. И запах крови висел над ним, и кровь на доспехах как будто не была его собственной. По закону аргента, ему предстояло предстать перед судом арены, где всякий, сбившийся с пути истинного, обретал шанс завоевать свободу. Все свершилось на наших глазах. Ярость застила разум скитальца, но воля его оказалась сильнее. Сильнее ран, и на арене крови он показал, чего стоит. Приемы его были грубыми и жестокими, но он бросался на врага с решимостью, присущей истинным стражам. Звонко раздавался его боевой клич в амфитеатре, и эхо вторило его яростному рыку. И стражники с лейкованием кричали ему «Рви в калачи!», когда этот парень боролся невзирая на смертельные раны и грозящую ему верную гибель. Ни титула, ни ранга не сулила ему победа. Выжившие на арене получали одну награду — право погибнуть с честью, распространяя благословение творцов среди тех, кто в нем нуждался. И многие стали свидетелями решимости скитальца и записали его безумные речи. Весть о нем дошла до ордена Де Ага, а через орден Де Ага — Дакан Созидательница, которая велела ему предстать перед ее троном. Слугам своим поручила она выучить его язык, ибо грубые слова давали описание неведомым землям и неслыханным тварям, рожденным из огня в темной местности, о которой королева и ее приближенные ничего не знали. А это была новая возможность принести дары творцов тем, кто в них нуждается. Интересно, бля, секунду. Для тебя прошла миллисекунда, а для меня — много. А для меня много миллисекунд, я кое-куда сходил. Мне нужно было кое-что сделать. Я сходил, я сделал, вот я здесь, я вернулся, мы идем разбираться с СО. Я предлагаю принять знак примирения. Могучий вовь. А я предлагаю принять тебе мою посылу нахуй и воспользоваться им в полной, так сказать, мере. Сходить кое-куда, где там тебя очень сильно ждут. Ебать истории. Часть пятая от Стражей. Хорош. Картиночки. Ебать, демные едят крестьян. Перевод в выдержке окей. Накануне падения черной звезды из мира, расположенного под нашим миром... Чё? Накануне падения черной звезды из мира, расположенного под нашим миром... Кхе-кхе. Это шо, блядь? Это типа снизу упало, что ли? А явились темные. Не было у них кораблей, ни прозрачных, ни призрачных, ни настоящих, а прошли они сквозь саму ткань измерений. Отверзлись огненные врата, и из-за вихрений пламени вышли рогатые твари, родившиеся в безвременном мире. За одним последовало множество, и сокрушительные волны зла потекли из обсидианного леса на всхолмиях Аргента. Первыми пали аломурские кланы, населявшие восточные горы, и захватчики сокрушили город Телорум. Мы, стражи, с копьями в десницах немедля выступили навстречу захватчикам и обрушили на демонов всю мощь священной флотилии. Однако из черных врат, откуда они явились, валили все новые толпы. Тела погибших с обеих сторон образовали на земле кровавую линию. Так пришла в мир скверна, и темные времена настали для Аргента. Ух, сука. Хорошо, что я нахожу полностью всю историю стражей. Это какая-то кузница? Да, похоже, смотри. Не хватает только, блядь, громадного... Ой, мать твою. Ну, у меня полный. Не хватает только огромного кузнеца, какого-нибудь здорового, громадного. Где этот ёб... Я знаю, как много тебе пришлось потерять. Но ты ведь можешь вернуться. Прекрати свой поход. Ты не спасёшь их. Они сами просили меня, и я уважаю их волю. Оставишь лицу жизнь, и тогда я верну тебе всё, что демоны отняли у тебя много лет назад. Тебе надо лишь вернуться, и обретёшь утраченное. Вся боль в твоём сердце растаят. Мне кажется, она немножко подобосралась. Я бы даже сказал, не немножко, а прям обдристалась со страху, если чё. Она прям уже буквально во всём вот в этом вот сидит. Ей очень страшно. Так, история... Ну, конечно, часть шестая. Это они разорвали того второго демона, который в меня кидается огоньком. Не под силу нам было сдержать демонов, выходящих из царства тьмы, как прежде сдерживали мы иных врагов. Оружие их было не из стали, а как бы из самой их жизненной силы. То были тёмные чары, с коими не сталкивались мы в своих походах. Мы стали слишком самоуверенными. Лёгкие победы затупили наши клинки, а слава растущей империи опьянила разум. Теперь же не ведали, как взять верх над новым противником. Боги-творцы также пребывали в замешательстве. Наши инженеры и жрецы искали любое преимущество, ибо отчаянно в нём нуждались. Хотя противник об этом не знал, мы оказались на грани поражения. Однако наши боги пытались вместе с нами найти решение. Орден Диаго первым раскрыл тайну этих богомерзких созданий, отловив несколько из них для пристального изучения. Так была открыта эссенция преисподней. Во многом схожая с нашей жизненной силой, эссенция струилась по их уродливым телам, наполняя их мышцы силой. Её можно было перенаправить в наше собственное оружие и таким образом уравнять силы аргента и демонов. Жрецы желали узнать об эссенции больше, дало найти её источник и перекрыть его для демонов, таким образом подрывая силы их армии изнутри и давая нам столь необходимое для победы преимущество. Чё это я? Кан созидательница благословила нашего короля и повелела жрецам изучать таинственный алый эликсир из милоде... Из мила? Из мила, бля. Из мила демонов. И жаждала она лишь равновесия во вселенной, но преисподняя разверзлась между ней и её планами касательно полной ассимиляции. Немало потрудились жрецы и узнали больше, чем смели уповать. Познали они истинную природу демонической энергии. Узнали и то, что возможно научиться доправлять её и через это обрести могущество. Энергия, струящаяся по ущербным телам наших неукротимых противников, могла прерывать жизни или насыщать их, даруя способности исцелять и чинить бессмертие, знания и просвещение духа за пределами нашего понимания. В умелых руках жрецов-стражей, под праведным взором конца созидательности, созидательности... Жизненная сила демонов позволила бы не только победить богомерзкую орду, скребущуюся за нашими стенами. Мы поднялись бы на новую ступень бытия. Стражам больше не пришлось бы страдать от недугов, а творцам проходить мучительное преображение. Все возвысились бы. Никто и никогда бы более не осудил бы наш мирный путь и не стал бы угрожать нашему миру. Гармония воцарилась бы в преисподней с её легионами, в этом мире и во всех прочих. Мы сделались бы законодателями. Вместе с творцами мы обрели бы вечный мир. Ох уж эти, блядь, влажные мечты. А можно? А можно? А можно. Ебать нашёл дорогу. Опять. Да серьёзно. А вечер чтение продолжается. Наш литературный клуб сегодня в полном, блядь, боеготовности. Часть седьмая. Поехали. Хорошо. Без проблем. Это стражи дерутся с... Ну, понятно. Перевод. Концидатница потребовала долю той эссенции, и жрецы покорились её воле. Жрецы Деага совещались с королём и говорили об осквернённых землях, лежащих по ту сторону разлома в мироздании, и о возможности изгнать новых закваччиков с Аргент Днур. И через колдовские врата мы пошли войной на их проклятые земли. И был среди нас один, который, казалось, понимает истинную сущность богомерзких демонов. Это был Скиталис, чужак, явившийся к нам из земель неведомых и выживший в первых рядах войска гораздо дольше, чем когда-либо удавалось пленнику из числа стражей. И много было свидетелей тому, что с наслаждением шёл он в бой против мерзкой орды, что не меньше нашего жаждал её уничтожения, хотя Аргент Днур и не была его родиной. Рвение Скитальца заметили инквизиторы из гвардии стражей и стали говорить между собой, будто втайне заключил он пакт с демонами. Но король Новик заставил клеветников замолчать, и рек, что Скиталис достоин стать... Но король Новик заставил клеветников замолчать, и рек, что Скиталис достоин стать избранным. Сейчас нихуя не понял. Не понял тогда. И тогда собрались на совет знаменующие, и решено было вознести Скитальца над плебеями. Прежде никому из прошедших арену пленников не была дарована такая честь, однако ночные стражи пошли наперекор традиций и сочли, что Скиталис достоин пройти обучение. И некоторые из числа учеников роптали из-за того, что в их ряды был допущен варвар, однако же на войне с демонами важна была любая возможность получить хотя бы малое преимущество. И, наблюдая, как странник фехтует с их учителями, поняли возроптавшие, что обрели в нем несгибаемого и неподвластного гибели соратника. Этот человек был чужаком, не имел друзей, но поднимался каждый раз, когда его опрокидывали в опрах арены. Избитый и покрытый ссадинами, он вставал, оттирая кровь со лба, дабы вновь сойти с противником в оружном бою. Минуло много дней и ночей. Скитальца приобщали к нерушимому кодексу ордена и преподавали ему древнюю воинскую науку и уроки братства, коим учат всех стражей. Он радовался, ибо видел перед собой возможность вскоре вновь обрушить на преисподнюю весь свой гнив. Научные стражи исполнили это желание, ночные, блядь, исполнили это желание, ибо убедились, что сила их за счет скитальца не умолится, а лишь умножится. И вместе с ним прошли они сквозь врата ада и без устали сражались в непривычной стихии и упражнялись под кровавой луной. Скитальца не обошли стороной ни истощения, ни раны, ни недуги, однако помощь он не просил и не предлагал. Трижды ночные стражи проходили через врата ада, трижды они возвращались. И с каждого разом скитальец набирал силу и шагал теперь в ногу со стражами, печатая шаг. Однако жажда крови демонов по-прежнему жила в нем, хоть и была усмирена. По прошествии множества лет, после бесчестных сражений с демонами, самые могущественные воины аргента приняли скитальца в свой круг и более не смотрели на него, как на новобранца, ибо для них он стал боевым соратником, союзником оружия. Ух, блядь, ебанешься. Фигня. Можно, пожалуйста, больше так много подряд текстов не давать? Я же... О! Я же с ума сойду. Но это очень много текстов подряд, прям очень много текстов подряд. Они причем такие все большие, объемные, сука, здоровые. За... За... Мне так жаль людей. Клянусь. Им выпала трудная роль. Но мне надо спасти свой мир. Без их душ угаснет могущество вада. Иссякнет аргент энергия. Я не могу допустить подобного. Ты не помешаешь процветанию Урдака. Так, как было прежде. Так будет всегда. И не тебе вставать на пути нашего процветания. Обосралась. Обосралась. Сильно, быстро. Но это, блядь, Скайрим. Я тебе отвечаю. Это же какой-то Скайрим, сука. Опа. Да ты серьезно, сука. Да ты серьезно. Опа. Там еще одна история. Скорее всего, восьмая часть. Восьмая часть. Давайте почитаем. Давайте почитаем. Давайте. Восьмая часть. Окей. Литературный клуб продолжается. Пока мы сражались с нечистыми тварями, народ аргента под бдительным оком творцов шел к процветанию и благоденствию, кое давала им неисчерпаемая сила эссенции. Полководцы сражались со скверной, а цивилизация аргента вбирала прекрасное зелье, отнятое у противника, сладостный эликсир. Он давал мощь ни с чем не сравнимую и позволял нам дотянуться до тех измерей, которые прежде казались недосягаемыми. Орудия, сотворенные верховными жрецами, направляемые рукой богов-творцов, проложили нам дорогу. Ой, это коротенькое. Весь народ припал к колодцу энергии, открытому жрецами. Лишь ночные стражи не причащались этого изобилия. Нашли среди нас и те, кто открыто опасался этого дара. Но велено им было затворить свои уста, ибо наш удел не править народом, а лишь защищать его. Завали ебальничек и пей. В простонародье эта фраза звучала именно так. Ну хорошо. Ну хорошо. Я сегодня дойду до жреца. И это типа навсегда. Вот это чтение, оно здесь не закончится. Нихуя. Подожди. Ясно. Сейчас жизни что-то я так много дополнительных набираю, что мне это совсем не кажется чем-то хорошим. Если мне дают много дополнительных жизней, значит много дополнительных жизней мне придется тратить. Так что ли? Так, это какая у меня? Какая это? Шестая. О, классно. Теперь у меня хватит. Так, а теперь я могу кидать по две гранаты подряд. Вот это замечательно. По две гранаты подряд. Это просто огонь. А вот и жизнь. А вот и жизнь. Хорош. Лишние дополнительные... В смысле, что... Что значит лишние? Пять. У меня пять дополнительных жизней. И это заеба. А сейчас девятая? Давайте почитаем. А через девятая, конечно. Конечно. Да придет спаситель в качестве меня, наверное, да? Окей, литературный клуб. А когда черная звезда засияла в зените, король Новик оставил свой трон и начал сражаться вместе с ночными стражами против тьмы нечистых, коих яростно изрыгали врата... Ой, это длинное. Коих яростно изрыгали врата ада. И вышел из врат чудовищный титан и спалил величиной и свирепостью превосходивший самого могучего из предков. Этот отвратительный гигант сокрушал все перед собой и опустошал все позади себя. И поняли мы, что демоны стремятся ударить в самое сердце Арген-де-Нур. Каким образом этот левиафан прошел через врата ада, не подняв тревоги? Этого мы не узнаем, хотя ночные стражи уже тогда подозревали, что не обошлись без предательства. Стражи, которых явление Титана и его полчесть застало врасплох, слишком поздно выступили против них и приготовился святой город Тарас-Набад или Тарас-Набад, хуй пойми, встретить свою судьбу. И ширилась отбрасываемая ненавистным врагом тень, и множились в ней орды лютующих демонов, и проникли они за стены Святого Горада, и тогда сотрясся он до основания. Никто не спасся, кроме тех, кто бежал на север. Мерзкие демоны же осквернили наши дворцы и храмы, предали огню башни и отравили воды. Однако ночные стражи собирались силами и дали отпор демонам, которые оттеснили их на арену крови. Мечи стражей были все еще остры, когда светило опустилось за окоем, и крушили тьмы вражеские... Тьмы вражеские... Тьмы вражеские... Это не тьма, а тьмы. Много тьмов. Как это, блядь? Крушили вражеские тьмы. Это неправильно. И крушили тьмы вражеские в изобилии. Там, где все иные ученики пали в бою, один лишь скиталец остался в строю среди неизгибаемых ветеранов. Над полем боя разнесся его яростный рык. Рвать в клачья! С изумлением взирали выжившие служители Арины на зверя, который некогда ярился в клетке на их попечении. Теперь же, в сверкающих бронях сражавшийся плечом к плечу со стражами, он совершил то, чего не удавалось никому прежде. Возвысился над собою и стал истинным воином-стражем. Даже лучшим из них. Даже лучшим из них. И сокрушали стражи тьму на тьме демонов Титану, как будто не свершалось никакого вреда, и никто не мог совладать с ним в одиночку. В предрассветный час отразили ночные стражи атаку свирепейшую, ибо скиталец не сдвинулся с места у подножия великой стены с северной стороны цитадели. И тогда увидел его неослабный напор Самур, советник самой богини-матери, и в великой секретности приказал скитальцу поспешать за ним. Что двигало им, неведомо, но совершил он над скитальцем неназываемый обряд. И было это ересью, ибо не заручился Самур ни согласием к Созидательнице, не искал ее совета. В часовне чистоты скиталец подвергся действию божественного механизма. Там творец Самур, которого прежде мы знали как Серафима, верного слугу богини-матери, даровал чужаку несравненную скорость и силу, соизмеримую с его волей. Каким образом он был наделен этой мощью остается величайшей загадкой. Много колен сменилось с тех пор, как народу Аргента был дарован механизм от творцов. Но все это время мы полагали, что его предназначение искать изъяны среди нас. Как же с помощью устройства, призванного искоренить все скверное, в народе стражей можно было очищать тела скитальцев и наделить их силой того, кто отныне будет вести нас в бой. В тот судьбоносный день из святого саркофага восстало не мерзкое чудовище, о котором предубеждали творцы, но герой, имя которому великий палач, странствующий сквозь время царь над воинами, который своими мечами, сделанными как бы из огня, проложит для праведных тропу сквозь полчища демонов, свирепствуя против них, как, а может, свирепствовать один только бог-король. Ритуал не сломил его, и он восстал с очами, горящими от чар творцов. И в одной руке он зажал горнила, меч его окутался призрачным огнем. А ведь это случается лишь когда сдержит его в деснице истинный король-воин-стражей. Так в час величайшей нужды был избран палач. Вопреки традициям, самым чтимым нашим законами и даже воле в Великой Кан, небесной мощью был наделен человек-пришлый. Когда взошло светило, палач вышел на мощную куртину, высоко подняв в руки горнила. Ночные стражи, чьи брони уже дымились от крови присмыкающихся тварей, ринулись к неудержимому хищнику, явленному им в теле скитальца, завоевавшего их уважение. Как будто, обретя новые силы, сделали они огромную просеку в рядах демонов и не ослабляли натиска, пока не столкнулись с титаном. И тогда палач сразил его и вогнал горнила глубоко в сердце ненавистного врага. Без титана демоны быстро обратились в бегство и мысекли их и рубили их во множестве, самых лютых уничтожая бесследно. Потом на разоренное поле боя пала тишина. Скиталец же был наречен палачом и консоиздательница во веке всем обычаям благословила чужака, наделив его божественным могуществом. А теперь это, собственно, я иду и ебашу всех подряд. Наверное, так оно и происходит. Наверное, так оно и есть. То есть мы играем за что-то ебать какое старое. Играем за тряхаловую дядьку, которому уже 800 миллиардов тысяч лет. Да, это мы такие старые, что поделаешь? А что поделаешь? Праздно смотреть, как ты лишаешь нас будущего. Земля будет поглощена. И река вечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Лишь мой народ. И Балтиарут, понятно, а... Это про жреца. Ой, лох какой. Это про жреца. Так, Деагграф остается одним из самых могущественных жрецов преисподней среди народа Аргенбнур. Он часто посещает родную планету, чтобы отдать необходимые приказы своим подданным. Высокомерный и напыщенный граф требует, чтобы в амфитеатре не утихали кровавые поединки, скрашивающие дни падших обитателей твердой нестражей. С самого начала демонического вторжения на землю граф вместе с остальными жрецами преисподней принимал непосредственное участие в боевых действиях на поверхности планеты. Команду легионами Ада, однако, после гибели Диага Николаса и Диага Ранака он отступил и теперь обосрался и сидит в амфитеатре. Мы сейчас будем типа на Аримне драться? А именно Диага Граф ответственен за пытки и последующее предательство командора Валина, отдавшего ключи от святилища элементарий и открывшего обитель древлющих призраков. Древние существа были похищены и доставлены в ад, где демоны после нестерпимых пыток высосали из них все силы. Диага Граф использовал сердце сына Валина, чтобы оживить икону греха, могучего титана, известного по легендам Аргент Днур. Окей, понял. Короче, я сейчас буду опять драться с Титаном. С тем, с которым я уже дрался когда-то. Эбаз верениц. А ебазо парк. А ебазо шары. С тем, с кем дрался я уже давно. Но, типа, надо его опять по новой победить. Или подожди, или сначала с этим я буду драться на арене, а потом с самым главным. БЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ хлэк. Секли. Ага, ага. Бля, это последняя? Гладиатор. Ой, сука. Ой, сука. О какой. Какой неплохой. Да вот тут на превьюшку можно вполне. Это же типа третий босс. А стоило золотому веку Аргент Днур закончится, как противоборствующие фракции обратились друг против друга. Коварные враги сумели развратить стражей, заставив их предать некогда священные традиции. Амфитеатр, где осужденные аргенты когда-то сражались за право встать в авангарде армии, стал ареной для праздных кровавых игрищ. Жрецы, нарушив закон стражей, поселили там заключенного в клетку демона, который стал жестоким палачом, приводящим в исполнение неправосудные приговоры. Гладиатор, вооруженный проклятым щитом, вмещающим изуродованную душу своего владельца, так и остался непобежденным. И все знают, что он отнял бесчетное множество жизней. А ну окей, это его последний поединок. Дасты, господа, пропустите, пожалуйста, я буду ебошить сейчас на арене просто здраво. Можете на меня, это, там, я не знаю, поспорить там с друг с другом. Можете типа, знаешь, на фофон. Ща разъебу там всех. Разъебу сейчас там всех. Ой, блин. Ой, на норак что. Ры... Ры... Терзай... Терзай... Пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, незнакомец. Эти демоны... Они повсюду... Убить... Убейте всех! Перевяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Имей в виду, если здесь прольется священная кровь стража, ты сразу лишишься всякой защиты. А кто меня защищает-то? Она свитерна! Я думал, у нашего чувачка вот типа такого голос-то необычного. Ну где ваш гладиатор, давайте, заебали. Вон стоит. Бля, он со щитом. Да это нехорошо. Ну так-то он не выглядит, конечно, сильно уж опасным хуём-то, но да ладно. Так, если глаза на щите гладиатора вспыхнули зелёным, значит он готов напасть. Пока они остаются зелёными, стреляйте, чтобы глушить его и сделать его уязвимым. Ну, ясно, понятно. Спокойно. Так, давайте начнём, наверное, вот с... А, ну вряд ли его можно убить, наверное. Так, подожди, там не стреляй, секунду. Ебать ты больно сейчас пристрелил мне. Так, а щит вообще похуям, да? Так, у него ещё две полоски какого-то брони, блядь. Ага, хорошо, окей. Ну такое себе, значит. Ну не, с... Ой, блядь, не то. Ладно, с ракетами не вариант совершенно. С ракетами не вариант. Тут уже что-то дальнобойное. Бля, больно. Так, давайте подумаем. А может быть вот с этой? Ну, это медленно, секунду. Ой, это что такое? Надо понять, с чем его стрелять-то, блядь. Давайте попробуем с этой пушкой. Ну, он не о чём, например. Ну ладно. Не, на самом деле такой себе бой. Если это всё, на что он способен, то он, конечно, лох. Просто уходим влево, и всё будет нормально. И чем, короче... Чем дальше он находится от стены, тем лучше. Потому что, когда он бьёт в стену, он резко закрывает щит обратно. Он ещё и застревает. То есть... Уоу! Вот это сейчас было неожиданно, блядь. Так, ну к секунду. Ну, с автомата тоже, в принципе, неплохо заходит. Без проблем, по идее. Не, ну тут валяются рапатроны для ракетомёта. Скорее всего, им и нужно пользоваться. Давай, собака. Блядь, его даже за таргет взять нельзя, когда он под щитом. Это не очень хорошо. Да твою мать! Так, спокойно. А здоровье-то куда-то уходит потихоньку, блядь. Непонятно куда. Он типа... Да идёшь ты нахер, слышишь? Он типа несложный, но, сука, дамажит. Когда, когда успевает. Хуй поймёшь. Подрезал, сука, моба моего, пёс, блядь. Ну такой себе бой... Да как ты, блядь, достаёшь-то? Идёшь ты нахер! Чё за бред, блядь? Короче, когда он падает свою эту биту в землю... Не, ну всё печально пока что. Пока что всё очень-очень печально. А музыка ничего. Маловато, пацанов-то так. Блядь, последний мальчик от ракетницы остался. Мой промахнулся. Так, а теперь давай думать. Ну, по идее, вот этим теперь. Он убивает их тоже неплохо, кстати говоря. Так, секунду. Дойдёшь ты серьёзно, нахуй. Воу, 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 воу. А вот это уже не честно. А вот это, блядь, уже не честно. Вот это уже, блядь, очень не честно. Ясно, понятно? Это прям совсем не честно, если уж на то пошло. Ну! Да заебала быстрее. Вот сейчас его можно было прям ебошить. Ну ладно, вроде отхилился. Половину хпшки я ему снёс. Мне просто напрягает немножко вот эта ебучая края... Две полоски зелёных сверху. Это мне совсем не нравится. Совсем не нравится, абсолютно не нравится. Ну чё так долго перезаряжаешь? Ёб твою мать. Попробуем так. Окей. Давай, 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 давай. Вот это неплохо. Это было хорошо. Короче, два удара у меня есть. Просто вперёд и сверху. Который застревает, и можно в это время его стрелять. Вот этот. Хороший. Это хороший удар. Так, спокойно, аккуратно. Вот этот удар меня каким-то образом очень сильно достает постоянно. Как он меня достает, хуй поймёшь. Вроде не должен. Появляются обычные бомжи, ничего страшного. Допустим. Ну это реально прям хороший удар. Ну босс несложный, хуй так. Ну давай, последний ударчик остался. На. А-а-а, да? А я говорил, меня напрягает немножко эта хуйня. Я говорил. Бля, минус глаз. А-а-а! Так ты лошара ёбаный остался, да? Ха-ха-ха! Ибо берс. Ибо берс. Берсекер, сука. Окей, поехали. Лишившись щита, гладиатор становится более агрессивным и может атаковать различными приёмами. Когда гладиатор раскручивает один из своих кистеней, он отражает атаки игрока обратно. Когда этот глаз гладиатора вспыхит зелёным, он готов к удару. В смысле от меня или в принципе? А, всё окей, всё отражает. Я понял. А чё не попал? Он сейчас назад в меня это отразил? Серьёзно? Так, а чё если я сделаю вот так? У меня лишь БФГ. Хули нет. Ооо, чё-то маловато. Она ему за БФГ шла-то. Чё-то прям совсем мало. Пизда мне. Так-то. Так-то совсем всё плохо, если чё. Ебать, это чё? Чё? Аккуратно. Сейчас я тут здоровье собираю себе. Ебать, он откил гранату, он меня прикинь. Блядь, ты что, жёсткий какой-то пацан-то? И не осталось ни брони, ни хуя на поле боя, прикинь. И взять не с кого. Ну, допустим. Как-то она слишком рандомно хуячится. Не, ну это хуя какая-то, а не БФГ, если честно. Ебать, опять? Он опять меня ебёт? Серьёзно? Так, ну тут ладно, тут хотя бы брони можно пофармить. Это жёсткая хуйня. Это, это, это стадия гораздо жёстче, чем та. Ебать, он меня ещё и стопорит так охуенно. Ха-ха, сука ты. Да ладно! Бля, ну сейчас бы на этой хуйне помирать, серьёзно. Ну ладно, у меня ещё есть жизни, похуй. Я же не зря их фармил-то. Мне сколько здесь? Две жизни дали? Да заебёшь. Это же последняя стадия, правильно? Да, это была последняя стадия. Нет, на второй стадии он, конечно, жёсткий. На первой стадии он угрюмый, на второй жёсткий. Но слишком много всякой хуйни вылетает. Так, это, кстати, пиздец жрецу пришёл. Сейчас я высосу его или всосу, или всосу. Ничего не изменит. Земля будет поглощена, чтобы не случиться... На нет, вот стволка с такого расстояния не убьёт. Так, именно так. Всё, типа, меня изгнали, да? Короля своего турнули. Клинки, блядь. Портал готов. Надо срочно уходить. Неблагодарные сволочи! Смотри, какие, сука! Я ведь их спасал! Я ведь там что-то король, а они вот такие, суки. Кровавый удар улучшен. Зверски убив демона-воителя, вы моментально переживаете кровавый удар. Хорошо. Хорошо. Без проблем. Так, добивание гладиатора, допустим. То есть, получается, в этой серии что было, блядь? Литературный клуб и босс, что ли? И всё? Больше не было ничего в этой серии? Мы зашли, начали читать книжки. Побили босса и прошло 40 минут. Гениально, блядь. Просто огонь. Или нет, подожди-ка. Пошёл. Читать надо. Мы начали спускаться, читать. И всё? Это охуительно, да? Эта серия прям огонь. Кан-созидательница перегрузила системы. Увелики больше нет контроля на... Если бы ты не помешал от браковки, раса людей, которую ты так защищаешь, могла бы выжить. Теперь я воскрешу икону греха, чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Ну, конечно, всё валить на меня, это, блядь, проще простого. Теперь станет твоей тюрьмой. Но лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам. И мы продолжим делать то, что нужно сделать. Вы чё, ебанулись? Вот так вот можно я сделаю, да? Драка на корабле, хорош. Ну, хотя бы здесь подерёмся немножечко. А то шо ж теперь, блядь? Всю серию нихуя не делать. Как быстро всё. Как всё быстро, окей. А ты висишь, да? Ты подох? Сейчас я подожди. Сейчас я включу электричество. Сейчас я подрублю всё. У меня есть. У меня есть предохранитель запасной. О, это, кстати, ключик, который мне отдали. Не знал о демоническом гарниле. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Надо же. Источник энергии, от которого вы хотели избавить землю, теперь поможет вам спасти её. Миссия в твердыне стражей выполнена. Демоническое вторжение на землю остановлено. Всё? Лишь клинок гарнила может остановить титана. Вы должны попасть в город стражей Тарас-Набат, чтобы забрать гарнила, пока ещё не поздно. Без него вам не остановить титана. Открываю портал в Тарас-Набат. Чё это, ну отпрыгнул? Так, секунду. Пойдёмте, наверное, в Тарас-Набат чуть-чуть пооткрываем. А, всякой хера. Ты чё, всё покраснело? Мне... Нихуя приныкали. Как это взять? Ну-ка. Непонятно, скорее всего, не отсюда. А, откуда-то... Чё звук-то? По трубам пройти? Да вряд ли. А, можно сверху упасть. Хорошо. А откуда-то сюда можно упасть сверху? Давайте откроем всё, что есть. Сколько у меня батареи стражей-то? Три. На одну дверцу хватит. Чего только взять, вот интересно. Так, это улучшение способности для оружия. А, вот это можно взять. Это у нас эти, как их называют, которые прокачивают нам костюмчик. Они сейчас нужнее, чем прокачка оружия. Опять-таки, всё, что можно прокачать по оружию, я себе прокачал, и... Сейчас что-то менять, это уже будет совсем жёстко. Ну, блядь, такие очки на уровнях попадаются постоянно. Почему для них вот так вот отдельно две батареи нужно делать? Это что-то как-то не так. Так я, получается, всё, что ли, реально открыл? Здесь внизу всё. Там внизу вода. Ну, получается, да, осталась одна комнатка, две. Да, две комнатки осталось. Ну, хорошо. Осталось найти три батареи стражей и все комнаты на корабле, которые можно, я типа открыл. По сути. Ладненько. Ладненько. Ладненько, ладненько, ладненько. Так, как же попасть наверх-то? Непонятно. Непонятно, но там реально есть люк сверху. Значит, туда можно каким-то образом упасть. А, нет, окей. Но лестницы выше я не вижу. Лестницу выше, что-то тут и нет. Возможно, где-то куда-то можно запрыгнуть. Где и куда хуй поймете. Не знаю, ладно, не знаю. Не знаю. Что там портал сделали? Она решила меня остановить, блядь, пятью демонами, что ли? Я не понимаю, она тупая или вообще ебанутая? То есть я тут такими ордами демонов кладу. Ха-ха, она такая прислала мне пять человек. Тигр, пиздец, палач. Серьезно? Ладно. Надо было, кстати, разъебывать этого гладиатора с помощью пулемета. Но я разъебывал его с помощью гранат. Так, Тарас, Тарас Набат. Правильно? После смерти жрецов, Кровавый Ритал потерял свою былую силу, но консозидательница сказала мне, что игра уже загружена, нажми спейс для продолжения. Правильно я понимаю? Хе-хе-хе. Правильно я понимаю, да. Горнила до сих пор в теле Титана, напавшего на этот город стражей. То была ваша первая битва с демонами в этом мире. Там, откуда пошла легенда о палаче. Окей. Так мы же здесь были, нет? Что-то какой-то похожий город. Что-то там секрет опять какой-то. Ну что-то да, слишком какой-то похожий город. Бля, еще одна история. Ну да, да, да. Не, это просто про город. Ну а вот так ничего, кстати. Ну, ничего, хорошо. Тарас Набад. Жемчужина Аргент Нур веками город был духовным и политическим центром империи. Здесь же находилась резиденция правящей семьи. В строительство города были вложены баснословные суммы, так что каждую улицу украшали колоннадой и прекрасные статуи богов и правителей. Из сельской местности в храмы творцов тянулись паломники. Тарас Набад стал эпицентром массированной атаки демонов. И хотя захватчику удалось остановить, это нашествие оставило неизгладимый след на обществе Аргента. Так, что у меня? Полностью все готово? Что по времени? Надо по идее заканчивать? Да, дружище? Надо заканчивать, нет? Бля, кислоты, стука! Спокойно, кислоты, аккуратно. Воу-воу-воу-воу-воу, ни пуля себе начало драки. Что-то жестко как-то. Пизду. Так будет реально быстрее просто тупо. Прощай. А ты как думал, блядь? А ты, блядь, как думал? Что, не успел, что ли? Успел? Так, ну тут... Ох, блядь! Ах, отстаться! Ебать! Это он! Да ну нахуй! Не надо! Отстань! Ебать! Серьезно! А чё с ним делать-то? Бля, его уже должны подпускать-то дистанцию там на всяком. Да идёшь нахуй, странная шавка, блядь! Ебать, вот это меня сейчас разъебали жестко прям. Ну ты нихуя себе! Пизда! Я вообще не понял, как это случилось. Для Анатория с ним было проще, если честно. Хо-хо! Нихуя себе финт! Да прекрати ты нахуй! Пизда! Да я ебанулся просто, не могу нахуй! Это, блядь, это самый, сука, сложный босс, наверное. Реально сложный. Так, секунду, чему разъебать-то? Подожди-ка. Может это ебануть? Бля, какой же он мерзкий, просто невозможно. Какой же он, сука, мерзкий. Город Тарас-Набад. Место первое, описанное, таки демонов в Аргент-Дур. В скрижали город со сказами, что город был бы потерян, если бы не пришел Палач. Окей. Давайте Палач в следующей серии пойдет дальше свой город опять зачищать, а мы на этом закончим. Ну, что-то прям это, такая серия внезапная получилась. То, блядь, читали, то пизды получали. Ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, нажмите на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. А не забудьте про колокольчик. Всем привет, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.